Какой награды от Господа, что Господь на его примере чудеса какие творит. Вспомните, сотни людей уверовали, когда он мучим был, и когда раны его исцелились. Потом Господь к нему явился в камеру и сказал быть мужественным, укрепил его в его страданиях. А теперь еще и одно чудо, что сам Истукан, которому император просил, говорит, принеси ему жертву, и Истукан заговорил, заговорил и сказал, я не Бог, как бы подземный голос, я злой дух пришел. Что делать? Повращать людей, то есть чтобы люди не спаслись, чтобы люди все в ад попали. Это злой дух приходит. Как же ты смеешь находиться передо мной, служителем истинного Бога? Пойди прочь отсюда и не смей больше прещать людей. Это что? Это Георгий так ответил этому злому духу, уходи. Раздался шор, что-то как будто пролетело под крышей храма, и мраморная статуя на глазах у всех разбилась, как треснувший кувшин. Понятно? То есть Георгий сказал, хорошо, пойдем, посмотрим, кому нужно принести. Собрались люди в храме, очень много людей. Все думали, ну вот, сейчас наконец-то, наконец-то Георгий поклонится идолу. Но Георгий не поклонился, а вот так сказал, и идол этот рассыпался. Народ с изумлением смотрел на Георгия. Отрубить ему голову, разъярившись, закричал Диоглетиан. Прикажи тогда казнить меня. Вдруг сказала царица Александра. Прикажи казнить меня. Что? Моя супруга, ты тоже христианка? И ты не боишься меня, своего мужа? Слышите, когда Георгий мучим был, то царица Александра тоже призналась в том, что она была, значит, тайной христианкой. Раз даже муж не знал о том, что она исповедует Христа. И она сказала, лучше я буду невестой Христа, чем женой этого изверга. Мой жених Христос, а тебя я не знаю. Эта царица сказала своему мужу императору. Представляете, императрица, живет в богатстве, в достатке, в славе, слуг у нее там сто тысяч, да? Любой может прийти, быть ее служанкой, все ее дело, самые лучшие наряды, все. И тут она соглашается пойти на казнь, на мучения, на страдания. Это еще ладно, если вот казнят сразу, а если вот как Георгия, сколько дней его мучают? Какие тяготы перекринести надо? И она не побоялась этого. И тогда святого Георгия и ученицу Александру повели на казнь. Царица устала и попросила стражников передохнуть, что она не могла уже идти. Это далеко, наверное, было место казни. Присела на крыльцо ближайшего дома, и в этот момент Господь забрал ее чистую душу. То есть у нее сердце остановилось, и она умерла до казни. И Господь ее к себе призвал. Он не дал ей, чтобы там люди стояли и смотрели, как ее будут казнить. Господь ее забрал. Враги не могли одолеть святого Георгия в бою, но его невинная кровь обогрела меч палача. Презрев мирские почести, он приобрел на небесах вечную славу. Истинный воин Христов. Он явился на защиту людей и после своей земной жизни. Недалеко от того места, где родился святой в озере, жил змей, который часто пожирал людей. И для забаррикадирования чудовища жители регулярно задабривания отдавали ему девушку или парню, чтобы он не съедал этого змея. И однажды зреликий пал на дочь правителя. Когда зверь стал приближаться, вдруг появился светлый юноша на белом коне, и копьем поразил змея. И тем самым спас девицу. Этим юношем был святой великомученик Георгий. То есть после смерти уже свою Георгий явился и убил этого змея, который людей жирал. Какое-то, значит, там чудище жило, какое-то истало. Так, вы нам мешаете вести занятия? Пошли. Все, позанимались? Хватит? Да. Иди пой молитвы. Так. И святой Георгий Победоносец, это один из любимых нашим народом святых. Многих Георгиев прославили русскую землю, но среди самых великих был. Кто знает, какой был полководец тоже Георгий? Кутузов. Георгий? Да. Казиме. Георгий был Жуков. Ну, это уже другая история, другие времена. Очень много людей называли своих детей Георгиевы в честь Георгия Победоносца. Он победу одержал. То есть на войне не было ему равных. Помните, он молодым парнем стал, целый ему дали легион, армию, потом военно-начальником, чуть ли не заместителем самого императора по военной части, да, его поставили. Не было равных в его мастерстве. Просто на удивление был. Он способный, талантливый, все, и стрелял, и боролся, и сражался, и тактику военную хорошо понимал. Но, однако, он сам добровольно пошел на казнь, да, потому что все за веру в Христа. И неверующие этого никогда понять не могут, как, за что, ради чего. А вот так вот, какой пример храбрости, мужества вот такого и истинной крепкой веры за Христа. Много на Руси Георгиевских есть храмов. Если услышите храм, Георгиевский храм или там монастырь, это в честь Георгия Победоносца. Вот такой вот сегодня мы закончили долго, мы читали его житие. И даже есть две, ну, можно сказать, странные, названные в честь Георгия. Мы с вами говорили, какие, кто помнит? Ну, быстрей. Нет. Ну как? Месяц назад мы с вами разбирались. Георгия, Джорджия. Георгия. Грузия. Ну, есть штат Джорджия в Америке. Есть страна Джорджия, по-английски она звучит Джорджия, по-русски она произносится как Грузия. Как Джордж. Джордж, да, Джордж, это есть Георгий. Вот в Америке есть Георгий. Джон, это Иоанн. В честь вот Иоанн Креститель говорит, Джон Бептист, Иоанн Креститель. А Георгий Победоносец, это Джордж. Джордж Георгий. Джорджия страна. Все. Сейчас, я же вас сильно с вами еще позанимаюсь. Слушайте внимательно. Я потом спрошу вас. Вчера мы читали какой отрывок из Евангелия? Кто помнит? Ну, говори, говори. Пожалуйста. Мы читали о богаче лазер, притчу и преображение Господне. Так, хорошо, это просто посетители смотрели. Рассказывали о том, что ждет нас за гробом. Немного повторим, чтобы хорошо запомнить. Богачу даже не было имени. Когда он умер, похоронили его. И что он увидел? Лазарь был отнесен ангелами на Луна Абрамова. А богач, а богаче говорится как? Ну, правильно. Похоронили его. И он, находясь где? Пожалуйста. На ду. Находясь в аду, мучаясь в пламени, увидел кого? На луне Абрамовом. Так. И что он возопил? О чем он просил Абрама? Коснись пачком. Так. Вот это и право на меня. Две ученицы еще пришли. Так, пожалуйста, еще раз повтори, погромче только. Коснись пачком. И дальше что он говорит? Богач. Вспоминаем, что богач говорит. Ибо я мучаюсь в пламени всем, чтобы охладил ему зык. Каплика. Что там капли можно охладить? И однако же он попросил об этом. Еще о чем он просил? Ну, вспоминаем. Так быстро забыли? Пожалуйста. Чтобы лазать смустился и бился его братьям. Чтобы они тоже попались первыми и не попали в вас. Так, хорошо. Правильно. А Абрам что ответил ему? Крося. Что ответил Абрам ему? Он ответил ему, что у него есть молисеи и пророки. Если их не слушать, то даже если кто-то из мертвых яйца, и Бог не поверит. Совершенно правильно. Значит, в Евангелии написано, в Луке мы читаем, прочитали о Лазаре и богаче. Что же ждет беззаконных грешников, таких, как богач? Что ждет, где, в каком он месте находился? он находился в аду, в пламени, в адском мечене. И не мог он никак, никто ему не мог помочь. Абрам что сказал? Что между нами и вами пропасть и дальше. От вас к нам никто не переходит, и от нас к вам никто не переходит. Значит, невозможно уже ничего вернуть. Поговорил о капле, чтобы палец омочил и коснулся его языка. Это на какое-то мгновение все мгновение. Он вспомнил, что произошло у него в жизни, когда он жив. Он был каким человеком? Так, пожалуйста. Кто скажет? Каким нам представляет Евангелие? Каким он человеком был? Жестоким. Жестоким. Немоенно жестоким. Неверующим. Жадным. Жадным. Так, хорошо. И воспитанным. И Лазарем. Так, пожалуйста. Лазарю в чем-то он помог, когда Лазарь лежал в струпьях, больной, голодный, желающий напитаться хотя бы крохами, падающими со стола. Так, дальше. Он что, помогал ему? Нет. Никак, ни в чем не помог. Поэтому он оказался в нем. Слушай, не кажется, двинься сюда. Что это? Такая. Итак, евангелист Лука описывает нам о погибших и говорит, что это реальность. Так оно и будет. Страшно впасть в руки Бога живого. Это послание к евреям. Десятая глава, тридцать первый стих. говорит. Повторим. Страшно впасть в руки Бога живого. Страшно впасть в руки Бога живого. Еще раз. Страшно впасть в руки Бога живого. К евреям. Десятая глава, тридцать первый стих. К евреям. Десятая глава, тридцать первый стих. Ванечка, сильно, спокойно. Итак, место погибших душ – это место мучения. Мы читаем. И дым мучения их будет восходить во веки веков. Когда богач, находясь в аду, он что, вспомнил, это место воспоминаний еще, вспомнил, когда Аврааму, к Аврааму обратился и говорит, Авраам ему, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе свое, твое в жизни твоей. А Лазарь? А Лазарь? Злое, правильно. Один из самых распространенных грехов в нашей жизни – это неблагодарность. Это неблагодарность. Богач никогда не благодарил Бога ни за что. Пирше стал блистательно, одевался тоже в порфиру и в весон, и пирше стал блистательно, и никогда никому ни в чем не помогал. Нечто и сегодня тоже наблюдается подобное. Бывают люди очень неблагодарные за то, что они имеют. Значит, человек, который немилосердный, неблагодарный, продолжает грешить в своей жизни, не вспоминая Бога, он попадает куда? В огонь вечный. Погромче скажите. Богослужение там началось. Так, на этом пока закончим рассуждение. В следующий раз вы, пожалуйста, повторите еще раз обогачей Лазаря, чтобы каждый... А ты, я поставлю на мальчик. Все обогачи Лазаря стали поблагодарить Господу. Слава Тебе, Господи, слава Тебе за все вовеки. Аминь. Спокойно идем. Стоим, внимательно слушаем молитву. Господи, 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 Тихонечко. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Тебе за все вовеки. Богослужение, верное, Жизнь, твои вовеки, и непотередимых правомерий соблюсти Господу, помолися. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Тебе, Судару, Богородице, Кристое, Ему, Барию, со всеми святыми, помилушие, сами себе друг друга, весь живот на Христу Богу предадим. Беген, Господи. Беген, всякая слава, честь и поклонение от Свои святого и святого Духу, ныне пресное, во веки веков. Аминь, благослови, души моя, Господи. Благослови, души моя, Господа, благослови, неси Господи. Благослови, души моя, Господа, и неси внутреннея Моя, имя Святое Моя. Благослови, души моя, Господа, и не забывайте, влазная Него. Ощущающаяся Беззаконие Твоя, исцеляющаяся Недудник Твоя, избавляющая радость средняя живот Твой, венчающую тем милости, исцеляющую руками, исполняющая во благих желания Твоя, обновится я, корня юность Твоя, Творяй, милостыне Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисей, Сынову мы даем любых хотенья Своя. Чедрый, милостын Господь, Долго терпели мы много милости, не до конца прогневается, да и живет прождует, не по беззакониям вашим сотворил яйцам, да и живет по грехам нашим воздал яйцам. Я, Который со стене небесней от земли, укреплелись Господь милость свою, наборящихся Его, я, Который со стене небесней от земли, я, Который со стене небесней от земли, Человек, яко трамониру, я, Коцетель, я, Коцетель, я, Коудок разведу небесня не будет, И правда его население, Всезон хранящий завет его, И помнящих заповедей его творития. Господь, в небесе он готова предстоту свой, И в царстве он всегда обладает. Жадно славите, Господи, Благословите, Господи, Благословите, Господи, Всезон хранящий завет его, Благословите, Господи, Святого Его, Благословите, Господи, Слава, Сына Святому Духу, И в небесе, Благословите, Благословите, Господи, Благословите, Господи, Звучит песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok